приветствуем наших подписчиков и гостей канала строго друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание зеркало и поговорим о том почему никогда нельзя плакать перед зеркалом какие негативные последствия вы тем самым провоцируете делаете поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и обязательно расскажите и поделитесь эта информация с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии чтобы они так больше никогда не делали в своей жизни а прямо сейчас подпишитесь на канал астрора на нашем канале много достаточно интересной важной и нужной информации и также обязательно ставьте лайк этому видео таким образом вы оплачиваете наш труд вы знаете зеркала имеет определенные свойства которые никто не отменял многие об этих свойствах знают но к сожалению по тем или иным причинам не используют или забывают вы должны понимать что большинство магических ритуалов проводится именно с использованием зеркал и зеркала они не только накапливают информацию но они также и отдают ее кроме того зеркала считаются тонь тонкой достаточно гранью между мирами а с порталами как вы знаете нужно быть достаточно предельными осторожными и вы знаете у наших предков достаточно было множество всевозможных суеверий народных примет которые были связаны именно зеркалами знаете что если разбилось зеркало то это беде и в доме покойник всегда знали о том что нужно зависит зеркала полотенцами и если спать напротив например зеркало то это означало к измене и известно что именно перед зеркалом нельзя плакать в чем же причина этого этой народные приметы и что будет если нарушить запрет вы должны понимать что зеркало имеет особые магические свойства и любое зеркало она впитывает достаточно сильные эмоции и когда вы огорчены когда у вас например сильное эмоциональное потрясение когда у вас возможно депрессия или вы расстроены достаточно сильно то конечно очень частного стоит особенно девушки женщины всю боль выплескивают через слезы для того чтобы немного облегчить облегчить душевные страдания в какой-то степени и также пожалеть себя но если вы хотите поплакать пореветь то запомните что лучше всего если вы это будете делать в комнате без зеркал потому что когда зеркало набирает в себя именно негативную вот ту энергетику зеркало в самые для вас не подходящий момент момент может вернуть ее обратно и почему-то именно многие женщины приходит именно поплакаться к зеркалу не именно в другой комнате где нет зеркал или условно в туалете в ванной комнате или в ванной принимая например ванну нет именно почему-то возле зеркала но именно зеркало она имеет вот такое вот свойство сначала набирать а потом его отдавать поэтому каждый раз когда вы смотритесь в зеркало вы таким образом неосознанно получаете частичку вот той боли обратно и бывает так что вы поплакали поревели прошел какой-то период времени в вашей жизни все устаканилось все стало хорошо но вы должны понимать что вам эта боль время от времени возвращается поэтому говорят что счастье уйдет если плакать перед зеркалом так говорили наши предки потому что чем больше ваших страданий огорчений слез депрессии видит зеркало тем больше негатива она и вам возвращает и даже в те дни когда у вас все будет прекрасно все будет хорошо появится повод даже для огорчения потому что ваши рыдания и ваши жалобы перед зеркалом они даже в какой-то степени войдут привычку и зеркало как вампир будет знаете как вот питаться вот той энергетикой в ваших слез и даже таким самым будет справа провоцировать зеркало вот проблемы со здоровьем и возможно даже неприятные изменения во внешности что же делать если вы не знали до этого момента что плакать нельзя и соответственно ваше зеркало видела ваши слезы зеркало обязательно нужно очистить и вообще научитесь зеркала свои чистить потому что они именно те имеет магические свойства что сначала накапливают и потом все отзеркаливают отображают поэтому информация которая на например накопилось в зеркале за день она и возвращается в виде сильных энергетических волн и она возвращается именно к тем людям которые проходят возле такого зеркала поэтому поверхность зеркала всегда необходим очищать если так уже вышло что вы заплакали перед зеркалом зеркалом то протрите его раствором соды именно гладкую гладкую поверхность также вы можете это сделать и с помощью соли когда вы будете протирать обязательно скажите солью проект протираю негатив весь убираю позитив прибавляю эти слова помогут вам избавиться от того негатива от тех слез которые вы буквально еще день назад отдавали зеркалом и вообще запомните зеркало она имеет определенные магические свойства поэтому всегда старайтесь улыбаться перед зеркалом и обязательно хвалить себя потому что позитивную информацию зеркало впитывает также прекрасно и охотно а потом еще и вам возвращает поэтому старайтесь всегда возле зеркала улыбаться ходить прекрасной красивой чистой одежде говорить обязательно себе хорошие добрые волшебные и магические слова таким образом вы будете показывать зеркал и зеркало будет вам возвращать вот вот тот вот позитив в таком же самом размере попробуйте сами и вы увидите как вашей жизни может измениться многие вещи возможно вы таким образом перепрограммируйте даже свою жизнь потому что помните что зеркало получает то зеркало и отдает а если она получает позитив то она также самое вам отдает также обращаем ваше внимание что если вы видите сон в котором вы плачете перед зеркалом то этот достаточно хороший сон и такое сновидение предвещает например примирение с любимым человеком не обязательно должен быть мужчина или девушка асти с тем человеком которого вы очень любите вы цените как с кем вы бы хотели например быть общаться потому что вы знаете что и такой человек вас всегда поддерживает не обманывает не врет но так сложились обстоятельства и ваши дороги ваши пути разошлись ты что-то не поняли или это было например в тот день когда была черная луна или еще что-то и произошли те или иные события друзья теперь вы знаете почему нельзя плакать перед зеркалом но мы всем желаем мира любви и гармонии друзья уже услышимся в следующем видео